Ваша система не очень хорошо спроектирована, если у вас постоянно попадаются синдритоны. То есть получается в вашей системе нет масштабируемости с точки зрения модулей. У вас все модули в конце концов используют одно и то же. Проблема по многоподточности. Раз все одновременно используют это, оно должно быть какое-то странное. Это раз. Вторая проблема с масштабируемостью по машинам. То есть если вы так спроектировали систему, как только вы хотите поставить два топкета, на случай там блок баланса, чтобы нагрузку разбрасывать, то у вас две независимые GVM и все. И вам будет сверхтрудно объяснить, то есть писать реальную сетевую прибуду, при которой у вас две GVM, хотя бы в рамках этого класса считаешь, что это один и тот же класс. Это нелогично. Самый яркий пример, где вроде как нужен симметон и вообще решить нельзя. Это ID-генератор. То есть вроде вообще его расщепить нельзя. Потому что у вас есть уникальное состояние, это если у вас есть экземпляр класса ID-генератор. Он генерирует ID, его состояние меняется, он какие-то ID уже нагенерил. То есть другой экземпляр не будет знать, какие ID уже сгенерированные. Ну что-нибудь вот такое. То есть вам нужен один класс, да, мы будем многопоточного тюнить. Ну вообще говоря, нет. То есть в принципе ряд моделей, например, как избежать симметонизации. У вас есть ID-генератор. Он сейчас владеет всеми числами. Всеми натуральными числами. Можно придумать какую-то операцию уделения на два ID-генератора. Ты говоришь, делись. Он порождает два ID-генератора. Один генерирует все четные числа, другой все нечетные. Это два экземпляра. Им друг от друга ничего знать не надо. Они никогда не сгенерируют пересекающиеся ID. Да, у каждого есть состояние. Этот должен помнить, что он вернул уже 22. Следующие 24, следующие 26. Этому, то есть не надо вот это и это делать одним экземпляром. Потому что этому экземпляру ID-генератора не надо знать, сколько этот нагенерил. То есть в принципе каждый поток приходит, находит какой-то существующий ID-генератор. Говорит, я хочу свою копию. Я не хочу мучиться с малопоточностью. Хорошо, опять расщепляем. Это генерирует, допустим, 0, 4, 8, 12, 16. Это генерирует, например, 2, 6, 10, 14, 18. Да, все-таки получается, что ты должен изначально найти существующий уже экземпляр, попросить его расщепиться, он расщепит. Чем это хорошо? Более интересно, это когда у вас на ID-генератор вы просто так проектируете ключ, чтобы он учитывал какой-то уникальный огрызок. Например, у вас все юзеры, они имеют уникальные логины. У вас вся система так спроектирована, база проверяет все. Возможно, вы, когда генерируете ID для Иванова, прямо пишите Иванов, и потом счетчик Иванова. Петров, счетчик Иванова, счетчик Петрова. То же самое у вас разные машины. Если вы как-то обеспечите, чтобы у всех машин были уникальные какие-то ID-шки, может быть, это IP-адреса, может, это имена, ну, желательно, чтобы оно железом было закреплено, то есть, вы не можете поднять три томкета, у которых это было бы одинаковое. Вы можете это использовать как часть ID-шки. Ну, в таком случае, вы вручную как бы расщепляетесь синглитон, вы говорите, не-не-не-не. То есть, во многих случаях нет необходимости, то есть, можно обойти ограничение, то есть, чтобы был только один экземпляр, потому что у него проблемы, он не масштабирует. Вся нагрузка ложится на него. Ну, тут надо конкретные примеры, конечно, смотреть. На первый взгляд, кажется, что синглитоны должны быть везде. Да, второе, еще, что сейчас очень популярно, что переписывают хиберней, наверное, очень быстро, и G2EE7 должно выйти скоро. По-моему, еще не вышло, должно выйти. Один из ключевых вещей, которые добавляют G2EE7, это поддержка такого свойства к нолдитонации. Что это означает? Это означает, что в рамках одной G2EE7 существуют активности, которые друг от друга вообще не знают. Яркий пример, по сути дела, это когда я в тонкая веба кидаю 10 варников, то я в одном варнике, как бы, вообще, практически не могу обнаружить взвешивание другого варника. Я таки, наверное, могу, потому что там через какой-то хитрый request-диспатчер можно таки вызвать сервлеты из соседнего варника. Проблема типична, когда это возникает. Наверное, паз. Платформа, как сервис. Платформа, как сервис. Что это такое? Очень популярная сейчас тема нужна для облаков. Тут в помещении есть человек, из компании, которая хочет делать пауз. По крайней мере, хотела какое-то время назад. Я кратко адресую, то есть, в принципе, информация достаточно публичная, но спускаться не будем. Есть какой-то удобный сервис, который обменяет между собой группы людей. Они друг другу могут информацию передавать. Но оказывается, что для каждой такой группы людей, эта группа людей, это, скажем, клиенты одной компании. Им нужен свой экземпляр, где все будет по их. Однако возникает проблема, что а, и все классно, сейчас это одна компания, все клиенты, это ее клиенты. У них есть один экземпляр, это реальная железяка, она не стоит какой-то ПО, она всех обслуживает. А те люди говорят, знаете, так получается, что мы хотим создавать очень много клонов своей фирмы. Очень много. Мы хотим продавать другим людям возможность создать клон нашей фирмы. У нас сейчас, допустим, 10 тысяч клиентов, а у нас только 5 клиентов. Он хочет так же, как все, как у нас. В таком случае получается, что сейчас их ПО говорит, ну, нужно каждый раз поднимать отдельный экземпляр. Отдельный экземпляр ПО. Но экземпляр ПО, может быть, очень тяжелый. Так, наверное, сильно и абстрактно. Не из этой компании, но очень похожий пример. Представьте, что у вас есть в интернете, конструктор интернет-магазинов. Вы заходите, нажимаете кнопку, вам говорит, ваш интернет-магазин готов. Вы заходите на супершоп.ру, вы нажимаете, вам говорят, какой вы хотите субдомен? Вы говорите, А, Б, С. Вы говорите, окей, на А, Б, С точка супершоп.ру есть ваш электронный магазин. И вы заводите своих админов, своих клиентов, люди к вам в логинице, вот там разворачивайте свою структуру какую-то. И вообще говоря, этому супершоп.ру очень удобно, чтобы любой человек, нажав кнопку, получил свой электронный магазин со своими админами, со своими клиентами. Это приведет к тому, что вообще говоря, в течение первого месяца они получат 100 тысяч электронных магазинов. Поднимать для каждого Томкэт, ну 100 тысяч, тяжело, но вообще Томкэт есть достаточно много памяти, это отдельная GVM. То есть поднять 100 тысяч GVM, как бы нехорошо. То есть окей, хорошо, если у меня есть клиент, у которого уже, допустим, 10 админов и 10 тысяч зароденных юзеров, мы ему можем выделить выделенный Томкэт. Еще дальше ставим выделенный ему серван. Но пока человек просто развлекается, зашел, нажал кнопку, О, у меня электронный магазин, и ушел. Мы не можем выделить целый Томкэт, мы не можем 100 метров памяти отдать. В таком случае нам удобно, чтобы в рамках нашей GVM можно было как-то вот выделять, что вот есть какая-то группа, и они между собой никак не пересекаются вообще. Язык Джава это никак не поддерживает. Статик это первое, что пробивает это. Как только делаешь статик, то есть, да, я могу завести тут лист админов, да, лист юзеров, это админы, здесь свой лист юзеров, это их админы, здесь свой лист юзеров, это их админы. Если я буду хорошо, четко описать, то в таком случае никогда не кажется, что админ из этого списка войдет в этот список. А так как только делаешь статическое поле, статическое поле говорит, я одно носю GVM. Ну, на самом деле это класс логер, но если не умничать, то оно носю GVM. То есть, фактически, нужно вручную создавать синглитоны, но для этой группы. Вот он. Собственно, сам электронный магазин, каталог товаров электронного магазина, это как бы синглитон. На один электронный магазин, один каталог. Все. Но фактически у каждого из них должен быть свой каталог. То есть, уже есть, что вы пишете там, каталог, G, каталог, да, и получаете экземпляр каталога, как бы не работает. Непонятно, как определить, что вы спрашиваете в контекстах этой системы или в контекстах этой системы. Что-то это малдитонации, сейчас вообще, по большому счету, нерешенная проблема. В языке программирования, по большому счету, не решается. Надо очень ловко и правильно педали, G2E7, которые скоро выйдут. Они говорят, что мы весь G2E7 перепиливаем под малдитонации. То есть, первый этап этого зеркновения облаков. Что такое кластер? Кластер, доказаем много комбов, они работают как один. Ну, я их рассматриваю как один. Но у меня такой нагруженный сайт, не на 20 комбов. Это кластер. Облако – это такой кластер, которое фактически может расти само по себе. В кластере часто бывает асимметрия. Ты говоришь, это сервер аудентификации, этот сервер хранит картинки, а этот рендерит шкемы. В облачной системе стараются так программировать, чтобы у вас система была гомогенная. То есть, вы говорите, я хочу на Амазоне 20 комбов. Зародили. А потом говорите, мне надо еще 10 комбов. И как-то у вас система сама как бы расползлась. Вы просто добавили 10 комбов, потому что, если система у вас гетерогенная, вы можете расщеплять. Но в конце концов, вы смотрите с ужасом. Сначала вы написали файловый сервер для картинок на одну специальную машину. Он не справляется. Вы делите его на две машины. Вопрос как? Как теперь по запросу понять, на каком результатах лежит ваша картинка? Каждый раз, когда вы будете добавлять компов под сервер изображения, он придет новый алгоритм, как по имени картинки найти новый комп. Если вы программируете как вы в облачном стиле, то вы просто знаете, что вот этот список айпишников машин это все части моего имидж-сервера. Или лучше даже вообще все машины как имидж-сервера. Тут все сложно, но только так фактически достигается масштабированность. А где вопрос? А зачем расти системам? То есть чаще всего системы вот эти облака до Амазоны, как классно я могу за сутки было на 20 машинах, стал на 200. Какому нормальному проекту нужно вырастить 20 машин до 200? Если вы растете органично, вы спокойно можете ехать в магазин покупать еще 10 компов. Ехать, покупать, ехать, покупать. А тут вы говорите мне надо вырасти за сутки. Одна из причин, не единственная, но одна из причин, первая причина, у вас возникло взрывное количество клиентов. Angry Birds. Boom. Но это все бывает не так часто. Чаще всего это вот мультитенансы. Ты написал какое-то, то есть я уже дважды или трижды в Харькове сталкивался с тем, что одинокс я работал в тросу, человек сидит, контора написала классный повод для себя, все классно. А потом они говорят, знаете, вообще такая штука нужна многим. Мы хотим, чтобы понажать и кнопок и они получали клон этого. Я делал интернет-магазин, они говорят, классно было бы, если вы представляете такой сервис. То есть мы его писали, там допустим, 10 человек пишут вот три года, а человек нажимает кнопку и получает экземпляр такого же. Нажимает, получает, нажимает, получает. Да, там, кстати, нас строит, получается, гарбридж-коллектор электронных магазинов. Сейчас, изъянки нажимаются на электронные магазины, а у тебя должна быть активность, которая смотрит, если человек не работает в магазине, он его стирает. Или вначале консервирует, куда сжимает. Там, получается, с точки зрения бизнеса, интересная вещь. Папки приносят тебе всего лишь 5-10 клиентов, ну, человек заранил электронный магазин и реально там он продает вербалайк, он нагнал кучу пользователей. А этот продает там что-нибудь еще в спортивный магазин. То есть, да, они приносят деньги, но тебе, знаете, все-таки возможность, чтобы любой нажали на кнопки создал электронный магазин. Потому что так люди прут. Сидешь, ты приходишь, подписываешь контракт, получаешь, расписываешься, едешь, переводишь деньги. Это напряжно. То есть, часто сидит в какой-нибудь программе в какой-нибудь огромной сети магазинов и говорит, о, прочитал статью на Хабре. Электронный магазин одной кнопкой. Он зашел, нажал кнопку, получил в магазин. Посмотрел, поигрался до вечера. Он шел к шефу, говорит, шеф, надо покупать у них мегалицензию, у них все классно. Вот так и получается, все приходят, клацают, у тебя тысячи, десятки тысяч электронных магазинов. И все продаем и баланс. Да, и вот это одна из вещей, где действительно полезные облака. Потому что вы продаете не бизнес в ту канцулер. Тут задача, вот вы нагнали, то есть, бизнес-потребитель, да, вы бизнес, 10 программеров, это потребители. Как получить в 10 раз больше потребителей, это вообще большая загадка. Малти-тенансы возникает, когда бизнес-то бизнес. Вы писатели интернет-магазинов, а это владельцы интернет-магазинов. Вы к ним обращаетесь, то что у нас бизнес под ключ. Ребята, просто зайдите на наш сайт, нажмите кнопку, и у вас будет готовый бизнес. будет свое электронное казино. Нет там самые примитивные игры, вы можете их кастомизировать, все сами, дизайн доплачиваете нам, мы им сделаем. Или это там, бухгалтерская ПО какой-то. Зашел на сайт, нажал кнопку, электронный магазин, не знаю, сервер, видео хостинг какой-нибудь. Ты зашел, нажал кнопку, тебе говорят, у тебя теперь можно хранить тысячу фильмов. Ты их закачал, посмотрел, окей, вы там храните, где отсюда, это видео сервер. И начинаешь платить деньги. Но в этом случае вам для каждого нового бизнеса, по сути дела, нужно создавать, то есть, желательно, чтобы вы в рамках одной GV могли создать ваше ПО для буквально тысяч независимых бизнесов. В каждом будет по три клиента. Да, когда он растет, вы придумаете ему лицензию, начинаете платить бабки, вы туда выносите на деле GV. Это очень сильно меняет текущий ландшафт вообще корпоративного мира. Не только G2E, но в любом языке программирования. То есть, бизнес под ключ, это, пожалуй, бизнес под ключ развернутый на облаках, это то место, где программеры наверное сильно могут продвинуться. Хитрость в том, что когда нагоняешь пользователей, сложно увеличить их количество, это раз. Второе, сложно от них отбирать деньги. Twitter все еще убыточная программа. Если у вас бизнес-то бизнес, то у вас на том конце сидят диакю, у которых реальные бабки есть. Вы приходите, вы знаете, у них 10 тысяч долларов есть. Вейки, 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 вейки. Все намного проще. Ты говоришь, нажимаешь кнопку, получаешь электронное казино. Начинаешь, значит, стричь купоны. То есть, это намного... если ваш электронный магазин это вармик, примитивно, то есть, я отца от вас электронный магазин, это вармик, когда человек нажимает определенную кнопку, я просто клонирую вармик, переменовываю, какое хочешь имя. Супер-пупер-шоп. Хорошо, я вармик, создаю его контр-с, контр-вен, называю супер-пупер-шоп. Поднимаю, полокладываю в папку вебаб и поднимаю. А как же вы им править-то будете? Что, чтобы править-то нет? Для этого в электронном магазине должна быть встроена полноценная CMS, которая хранит свои страницы не в файловой системе, а хранит в базе данных. То есть он получает клон CMS. Да, ты клонируешь, и у меня есть 100 шаблонов магазинов. Смотри их на URL-ах. eshop1. шаблон creator. Он выбирает, ты клонируешь, и все, и потом даешь полноценным CMS. Давайте еще чуть-чуть, перерывы уже делать нет. Давайте перерывы, пойдем.